Всем привет! Надеюсь, вы не устали за сегодня. Вы пришли на тренинг «Максимальная эффективность. Как успевать все в стремительном мобильном мире». И вам его представит ведущий эксперт в области нетворкинга и мобильных решений Реонид Булгарев. Поприветствуем! Здравствуйте! Здравствуйте! Такие участники дня тренинга. Я как раз вылечу, как чертики саппакерки, очень люблю спонтанность и в том числе как раз вы обсуждали про hard skills, soft skills. Мы посвятили последние 10 минут моей жизни настройке эти системы, ваши прекрасные Windows XP, если я правильно сказал заметить или что-то такое. Какие у вас есть сегодняшние ожидания в ближайших полутора часов на скидку? Я могу говорить обо всем чем угодно, если вы мне зададите более конкретную тему. Чего хотите? Представьте, что у вас из АЛТР. Молодой человек с самого раннего ряда в Галлун. Как-то затронуть тему дворов времени и как-то не надеялся, потому что у вас в вашей жизни есть. Мерзкая штука, я прослышал. Поглотитель времени. Поглотитель времени. Окей. Поглотитель времени. Запомню. Если у меня есть, я запишу. У меня плохая память. Я пользуюсь источниками сохранения информации. Таймстилерс. Будут по-английски. Как совмещать человечество семью с ребенком и наукой? У вас есть ребенок? Да. Три года. Три года. Поздравляю, первые полтора года вы выжили, дальше будет легче. Совмещение. Я не буду перечислять, но науку, семью, увлечение, хобби, заработок, вот это все, что мы делаем. Сейчас я сделаю в два раза больше. А как делать тент? Увести. Тент двоикс. Да? Можно я так переведу? Да. Частота действий, которая приводит к резкому ускорению пропускной способности в вашем организме? Как выживать в семье? Выживать. Вы умираете сейчас? Конкретно сейчас нет. Чем вы пользуетесь, чтобы выживать? Приходится чем-то жертвовать. Чем вы жертвуете сейчас? Сейчас не тем, мы имеем в виду, что иногда что-то сделаем, а то приходится жертвовать другим. Значит, мы говорим какие-то вещи. Я сегодня видел прекрасный рекламный материал «Как не умереть от любви». Я такой задумался. Наверное, конечно, история про мою Джульетто – это история про смерть от любви, но в массе своей такой проблемы у рынка не существует. Вы не умираете от любви, вы берете себе, вы страдаете, переживаете, плохо спите, но не умираете. Вот «выживать» – это слишком круто сказано. Давайте говорить так. Как жить счастливо, долго, получать удовольствие и минимизировать неудовольствие, которое вы получаете в результате стресса? Да. Как не перегорить, если я считаю перед войной с собой? Поясните, пожалуйста, что такое слово «перегореть»? Перестать месяц, например, в каком центре, чтобы не возвращаться к новости? В каком темпе, в этом темпе? Ну, в темпе именно «time management» – это настроение отрицания. Я последние 12 лет живу в темпе «time management». Я управляю, пытаюсь управлять это. Как банан на нервные стрессы. Давайте так, я могу описать лучшую ситуацию. Вы приходите на учебу, либо вы приходите на работу, и вам мир не мил, вы не хотите этим заниматься, либо вы делаете это с такой эффективностью, как будто бы вы набиты ватой, ваш мозг набит ватой. Вы не хотите этого делать, не можете этого делать. И вроде как мозг отдает приказы, но они проваливаются в никуда, и вы безвольное существо. Да? Да, да. Окей. Хорошо. Человек. Уфата я назову это. Без политического контекста. Еще. Как концентрироваться на какой-то определенной задачке, когда покупать огромное количество денег? Концентрация. Длинная задача, короткая задача? Длинная. Как долго? Год. Десять лет. Вот это длинная. Год — это вообще ни разу. Еще. Потому что она продолжится. Она обязательно продолжится. Потому что если она продолжится 20 лет, вот это вот хорошая длинная задача. Ну, я не шучу. Ипотека, как вы понимаете, в среде. Это длинная задача. Я с этой задачей отправился за 4,5 года. Ну, сократив, соответственно, вот история про N2X и последовательное увеличение чего-то. Ладно, чуть-чуть про теорию расскажу, а дальше, собственно, вечер вопросов и ответов. Чем угодно, лишь бы вы захотели чего-то узнать. Я в какой-то момент осознал, что мне очень хватает двух вещей в жизни. Первое — машина времени. Второе — ноль кабины. Машина времени позволяет исправить все эти ошибки, которые были у меня в прошлом. Потому что будущее, к сожалению, пока не могу себе представить, как может примитилизация. А ноль кабина — это штука, которая позволяет мне путешествовать и минимизировать необходимость транспортных расходов. В частности, 4 колеса, 2 колеса. Вот эта мечта описана в классном фильме «Гости из будущего», в частности. Там есть оба устройства. Если вы смотрели этот рарикет, поздравляю, значит вам чуть-чуть больше, чем 15-20. И вы даже смотрите фильм в соотношении 4х3, что иногда тяжело. Потому что обычно 16-9 нормальная уже картинка считается стандартом. А некоторые из вас уже смотрят видосики в вертикальном формате. Я вот прям не могу. Меня мучительно в этот момент хочется быть. Кто из вас смотрел современность вот такую американскую? Кто-нибудь знает, что это такое? Человек зовет Настю, поэтому… Настя, отзовитесь, пожалуйста. Молодой человек в голову вас зовет. Тайм-стилер Настя. Кстати. Да, молодой человек в зеленом. Что это такое? Да, что это такое? Я был на самом штате, где, кажется, люди по возрасту только закончили в классе кризиса образования. А-а, не угадали. Нет, они уже колботают. Это явно фильм. Это явно фильм, потому что это прекрасное постановочное фото, которое изображает некокультурный контекст, наверное, который вы можете видеть. Отсылка, да. Зачет. Тайм-стилер Настя. Можете покупать еще быстро, например, если у вас есть распознавание образов. Мириады. Мириады. Поздравляю вас. Бобер Акселер Офф и его противостояние с генеральным прокурором штата Юр. Это очень классный фильм, который показывает абсолютно выдуманную модель мира, в которой существуют деньги, существует власть. Они склестываются, и на протяжении целых четырех сезонов вы видите людей, которые очень красиво живут, интересной, мощной, яркой жизнью. При этом по плотности событий в каждой серии я задаюсь вопросом, где непосредственно процессы, которые приводят к результатам. Потому что там такая плотность нашимковки, которая приводит к тому, что у них там… Я хочу знать, что делают мои конкуренты. Через пять минут приносят этот результат. Он говорит, все, я теперь знаю, что делают наши конкуренты. Зарабатываем мириады. Ну, как бы никакого, разно говоря, там временного контекста там нет. Вообще высокая плотность. Вот я бы хотел жить с такой, наверное, историей, если бы не одно «но». Я очень четко понимаю, что чем больше, чем важнее проект, которым вы занимаетесь, тем больше времени требуется на его подготовку. Я смею милиционировать, что в большинстве случаев вы пришли сюда, в том числе за ускоренным процессом получения моего жизненного опыта. На меня, по-моему говоря, наплевать. Я здесь совершенно случайно, потому что вызвался сегодня перед вами потанцевать и попеть, у любого человека, который, в кавычках, ну, как бы является, ролевой моделью. Почему я? Почему? Я не милиарды, к сожалению. И не могу вам вот здесь вот сказать, что вот это. Но у меня большая просьба. Если вам будет скучно, у нас совершенно спокойное правило. Не надо отсутствующего взгляда. Можно выходить совершенно спокойно из аудитории, включить другие тренинги. Я надеюсь, что вы понимаете, что такое формат Паркэмпа. И недобрый вызов – это история, когда вы смотрите из-под балоби и думаете, что это такое у нас происходит. Для меня сегодняшний формат очень важен. Почему? Потому что я вам принесу гипотезы на блюдечке, которые вам очень сильно помогут, если вам 20-25-30 лет, и вы хотите, соответственно, использовать максимум от той энергии и, самое главное, жизненного задора, который у вас есть в этом возрасте. Потому что, в отличие от вас, я, к сожалению, уже человек, у которого этого жизненного задора физически иногда не достает в силу 42 лет. И я бы очень хотел провернуть фарш и оказаться на вашем месте с теми знаниями, связями и опытом и социальным капиталом, которые есть у меня. Это самое главное преимущество, которое у меня сейчас есть. Но, блин, номер кабины не существует пока еще. И машины времени пока еще в доступе нет. Очень советую вам внимательно слушать. И самое главное, ради чего мы все здесь, выписывать то, что вы будете использовать в результате нашего сегодняшнего, я надеюсь, диалога. Самое главное – внедрите. Кто вообще такой Бугаев? Бугаев – это человек, у которого большая хейри. Михейрия Дешифол помогает людям находить свободу и мобильность. Это две моих базовых мечты, мантры. Почему? Потому что каждый из нас относительно свободен. В предыдущих поколениях. Лучше жизнь. Вы можете учиться, чего не было у ваших прапрапрабабушек, которые, возможно, вы наблюдаете в генеалогическом дереве. И у вас есть гипермобильность. Вы можете купить за деньги билет на самолет и оказаться через 16 часов вообще в другой точке мира абсолютно. Были бы деньги. И это, соответственно, вот вопрос – а где деньги? И деньги для меня абсолютно точный инструмент, который, в принципе, помогает, в том числе, сократить их участие в теме использования мобильных технологий. Под мобильными технологиями, вы можете посмотреть, у меня здесь стоит большой немобильный ящик компьютера, функцию которого я отлично могу выполнять с помощью вот этого тоже не особо мобильного устройства. Я не могу его засунуть в карман. То есть, я могу им пользоваться, но как-то он это чуть-чуть не помещается. И я очень большой поклонник мобильных технологий, которые, в принципе, я думаю, у каждого из вас на расстоянии протянутой руки в настоящий момент существуют где-то там. Возможно, вы даже подотносите чего-то или отсматриваете, как там дела у кого-то, кто еще не с нами на лекции. Подавите их сейчас срочно сюда. Следующие полтора часа изменят их жизнь навсегда. Я работаю в формате «Человек, у которого не работает тикер» и «Волшебник из блудного города». Я исполняю некоторое желание. Вот как раз хотел бы я желать, чтобы я вам показывал все это без переходов. Long Story Short. В 12-й год Володя Бероев начал бегать. Это человек, с которым мы дружим. Это очень хороший талантливый фотограф. И потом, в какой-то момент, у него скоро будет тысячная... А, я помню, у нас какая-то клавиатура, видимо, зависшая. Ее надо выключить. Давайте это сделаем. Ну, значит, слайды у нас там. Сейчас, прождите, давайте я знаю. Я знаю, что сделать. Выдерните про. Да? Выдерните про. Да нет же. С переходами надо слайд от Кубитев. Одесса. Уху. Маг density. Нет. Сейчас. Может быть, могутorts Maybe there is an inside on the kitchen. Почему Может быть кур vegнешься такой. Где то какая то. С mi is not.. Не слышно. Это характер. 5 cara 1 я не звоню ага. Это всяgod. Черт… Черт. Для взять здесь according to the kitchen one. Переходы? Нет перехода. Продолжить слайд-шоу. Да, я бы хотел так тоже сказать, что S5 просто, но не просто. Раз, два, три. Чек-чек. Продолжаем. Волшебник из зубродного города – это человек, который пользовался манипулятивными техниками и давал людям, что у них на самом деле уже было. У вас все есть. У вас есть время, у вас есть юношеский, я надеюсь, Сергеевичий задор. И дальше вы можете строить свою цель, карьеру, либо жизненную траекторию, вы отталкиваетесь просто от тех ролевых моделей, которые вам нравятся. Хотите быть спортсменом? К сожалению, этого вам не обещают. Почему? Потому что вы по тактико-техническим характеристикам уже сформированы как личность. У вас есть какие-то ноги, руки, хвост, может быть, всякие разные элементы, высота тела. Вы отлично, например, можете справляться с баскетболом или с другими видами спорта, которые есть. Но скажу сразу, технологически мир прекрасен, потому что вы можете делать огромное количество тех действий, которые раньше были недоступны, опять же, нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Вы можете играть и зарабатывать на этом деньги, вы можете получить какие-то суперпризы в суперспорте, и просаживать в этот момент зрение, и плохо спать, потому что вы проигрываете, например, в каких-то больших челленджах, или вы можете писать стихи и, в том числе, на этом зарабатывать в аудиторном. Но здесь есть важная проблема, о которой я, в том числе, попозже чуть-чуть расскажу. У меня есть семилетний ребёнок, и, черт возьми, наша попытка перепрыгнуть не удалась, да? Но давайте слайдом бой. Я, в принципе, могу и без слайдов их называть. Смотрите, самое первое, что выскочило на этом слайде. Что отличает эффективного человека, к которому вы бы хотели себя перечислять? Матрос сказал, матрос сделал. Драматическая пауза. Ваше намерение учиться привели к тому, что вы большие молодцы, вы уже сюда пришли, и вы уже, ну как бы здесь, это круто. Ребята, в современном мире этого недостаточно, потому что учёба — это наркотическая привязанность, которая вас не единожды будет приводить в новые-новые мастер-классы, в новые-новые аудитории, вы будете учиться у других людей. Это очень клёво, это приятно, это замечательный процесс. И этим можно заниматься всю жизнь. Я сам такой, личный студент. И это приводит вас в состояние гипотетически, опять же, вовлечённого в процессы. Вам кажется, что вы занимаетесь активной деятельностью, я уже учусь. Но это не поступки, это не действия. Вы напитываете свой мозг, при этом не приводя его в результативный режим действий. Когда вы задаете большое количество вопросов, в том числе мне, на самом деле у меня ответ. Окей, таймстиллер, существует ли у вас сейчас список топ-10 таймстиллеров, которые у вас в настоящий момент забирают время? Давайте накинем 5 таймстиллеров, которые у вас есть, которые пройдут у вас. Смотрит время, да? Да. А от вечера я плохо принимаю решения. Я начинаю быть группой, простите меня, извините, если я вас каким-то образом в коммуникации обидал и сократил наше время на бесконечно долгую и приятную коммуникацию. Вы сказали, что серьёзные проекты требуют серьёзной работы, а некоторые из отношений требуют большой аналитической работы. Мы об этом поговорим. Смотрите. Чем больше проект, тем больше вам необходимо времени на него выкраивать. Какие максимально длинные проекты в своей жизни вы можете вспомнить? Школа. Да ладно, школа. Поступление в университет. Поступление в университет. Сколько времени заняло вас поступить в университет? Пять лет. Пять лет готовились. Ну нормально, кстати! Пять лет готовились – это прямо сурово. Кто готовился больше, чем пять лет? Кто готовился меньше, чем один год? Посмотрите назад, вот ваше соотношение к инвестициям, которые вы вложили, быстро средств рынка показывает, что как-то эти люди сократили время в 5 раз, и может быть это лак, может быть это удача, может быть это фарт, может быть это родители. Это разные места поступить? Да, у вас соответственно дальше вопрос возникает, в какое место поступить, зачем поступить, с каким выпускным баллом, и какие подготовительные вещи вы еще до ЭГЭ делали. Касательно аналитики, я сам аналитик в профессии, у меня аналитики в одно время было написано руководитель отдела знаний. Так называется должность, которая на самом деле называется коммерческая разведка. И перед тем, как исследовать, заходить в тот или иной фегмент, и вкладывать в него несколько миллионов долларов, там мне лично приходили и спрашивали, «Бугаев, даешь ли ты свое личное подтверждение, что мы денег не потеряем?» И я там рисковал очень, поэтому мне было очень важно жизненно исследовать всю проблематику, и на это уходило до полугода моей жизни. Поэтому 70% времени в определенном режиме я исследую, в принципе, заходить и заниматься трудной деятельностью. Это ответ на ваш вопрос, касаемо контекста времени. Я вам очень рекомендую сейчас, по окончании этой лекции, задуматься в первую очередь как раз про следующее. С кем я общаюсь, на какие темы я общаюсь и как я фильтрую этот процесс. Почему? Потому что вы являетесь, как правило, сейчас продуктом реактивной деятельности вашей, как я это называю, скучающей жизни. Вот когда у вас появляется режим «не скучно», тут же моментально либо телефон, и вы открываете там что-то, и это что-то не английский язык со скайником почему-то удивительным образом, потому что это пилюля горькая, и она невкусная. И вы, соответственно, в режиме «с кем-то общаюсь», «с чем-то общаюсь», «со мной общаюсь». Появилась новая интересная штука, взрыв справа, взрыв слева, вспышка слева, вспышка справа, вы прыгнули туда, посмотрели. В результате что происходит? Ваш горизонт планирования резко сокращается до уровня одного дня. Это нормально, это сейчас абсолютно общая тенденция, общая мировая, сокращение горизонтов планирования нового поколения, которое, соответственно, просто не видит дальше, чем один год вообще никуда. А зачем? У нас такая страна. Ну, типа, планировать, ну, как бы, невозможно. Но, чек-лист, который вам очень сильно может помочь, вы с высокой степенью вероятности, сейчас вам говорю, будете фотографировать, да? Знаете, почему? Потому что у вас память, у вас память непрокаченная, вы не доверяете своей памяти оперативной, потому что она зайдет в настоящий момент. Если вы пытаетесь это все запомнить, окей, тоже молодцы, такая модель мира существует. Не существует правильного или неправильного. Кто-то запоминает, зазубливает, это старая модель мира. Кто-то фоткает, и в надежде на то, что эта информация сохранена у него надежно в облаке, теперь расслабляет мозг и, ну, всему роду, мне нравится, слайд-приз. Я не знаю, смотрите, самая главная идея, какая модель сейчас выигрышна. Потому что я продукт зубрежки, но сейчас я очень сильно себя переколбашиваю и переполбываю в режим, нафига мне это надо, я не хочу это знать, я шерлок фолкс, я хочу освободить оперативную память. Для более важных и интересных вещей. Я не помню очень многое. Я это сознательно выбираю, опять же, как шерлок фолкс. Я не знаю, сколько у нас планет. Я многого не знаю, но при этом я играю в очень интересные развивающие игры, которые прокачивают мой мозг не с точки зрения запоминаемости, а с точки зрения креативности. Способности наблюдать, способности делать нестандартные выводы и способности делать нестандартные действия, ходы, которые отвечают меня от большинства. И это в результате стратегии приводит к тому, что у меня появляется трехмерная шахмата в голове, в которую очень классно играть, потому что эта выигрышная стратегия выглядит под названием «Жизнь». Как вы считаете, существует ли правило, по которым мы с вами живем? Нет. Да? Я считаю, да. Да, очевидно. У нас ограниченный срок проживания, увы, вы могли бы его продлить, но будь у вас барокамера, не знаю, там деньги Майкла Джексона, вы бы, ну, возможно, чуть-чуть жили дольше. Но думать об этом надо немножко чуть-чуть заранее. Если вы сейчас, например, в режиме 20-25-30, у вас есть безудержная, прекраснейшая жизнь, у вас энергия прет супер, вы просыпаетесь, и у вас есть, вы как ресурс, у вас есть супермозг, вы молоды, вы в задоре. Я, когда просыпаюсь, у меня спина варит в 42 года, вы не поверите. Это удивительное открытие последних двух лет. В результате семи марафонов, вот которыми я готовился. Я пробежал шесть марафонов, седьмой марафон их дается с трудом. Соответственно, вот эта история про постоянное развитие навыков, которые вам могут помочь в коммуникативном процессе продвижения по социальной лестнице. Мы с вами хотели бы сказать, я весь такой, короче, в вакууме, вокруг меня никого нет. Я творю сам по себе, но вот приходит девушка, например, опоздав на лекцию, и у нее ресурс сидения на лекции ограничен. Просто потому что пришли люди, которые чуть-чуть раньше это сделали. И хорошо, если она улыбается молодому человеку, он пододвигается и усаживает ее рядом. Это очень круто, это она включает на негативные навыки. А может быть, просто не включает, может быть, человек включает, дружелюбные навыки. Если у вас эти навыки не прокачаны, вам будет очень сложно просто плакаться в мегаполисе. Москва — это мегаполис. Мега — это много. Полис — это, собственно, переведите с греческого, с древеского город. Город, в котором очень много людей. Эти люди так или иначе, либо бедны, либо богаты, либо какие-то, обладают какими-то тактико-техническими характеристиками. Хотел бы я сказать, что все вы имеете возможность выбраться на вершину мира, но нет. Дальше начинается очень интересная история, которая гипотетически приводит к следующему. Вы говорите, я хочу в цирку. Да? Вам нужно денег. Чтобы нужно, ну, денег — это нужно заработать. А оказывается, на рынке труда существует конкуренция. Вас выпустят отсюда из этих прекрасных систем. И вы столкнетесь с тем, что, например, начальник отдела — одна штука. Под ним восемь сотрудников. Под ними, например, еще шестнадцать сотрудников. А под ними еще безумное количество людей, которые, соответственно, тоже хотят кушать. И почему-то все просят денег. И вроде бы да, интернет, вроде бы да, можно создавать новые рынки, возможности и прочее. Но в нашем мире существует периметальность. Ну, вот просто отношения, которые приводят к лесенке, в которую мы так или иначе себя в какой-то момент ставим. Вот это очень важная штука к следующему слайду. У вас есть 24 часа. Если вы что-то пообещали, то берите это и делайте. Я имею в виду, матрос сказал, матрос сделал. В предыдущем слайде имеет важную значимость. Почему я трахлюсь? Садитесь, садитесь. Вы можете подвинуть стул этого молодого человека. Вы же будете гостить в семье, правда? Да. Вот. Ну вот. Если у вас есть друг сумка в этот момент, посмотрите на него справа и слева и подумайте, кто в следующий раз зайдет в эту дверь. Надо его как-нибудь забить, потому что не важно. У меня ребенку стукнуло семь лет. Вы не поверите, как пролетели стремительно эти семь лет и какой это был вызов с точки зрения меня как функции «Молодой папа». Это не сериал «Напига». Хотя я тоже советую посмотреть. Короче, отцовство для меня было большим ударом по моей короне и корона в этот момент слетела вообще нафиг. Оказалось, что я могу плохо спать, могу плохо думать, плохо принимать решения и вообще пипец. Подумайте о защищенном акте проявления вашей любви. У нас он был осознан. Я не шучу. Здесь прям передает привет моей прекрасного удержания. Мы приняли решение стать счастливыми родителями. Но через 9 месяцев мы осознали, как далеко мы были его практики. С точки зрения отцовства и материнства, соответственно. Смотрите. Счастье. Это слайды, которые я опрашивал студентов некоторое время назад. Они накидывали гипотезы, идеи, как они себя чувствуют счастливыми. В частности, вы можете это все прочитать, я не буду зачитывать, если у вас хорошее зрение. Простите, ребята, за 5 годов. Тут про счастье. Поверьте. Возможность путешествовать, получить эмоции. Вот это все. Для этого нужна определенная подготовка. Почему? Потому что сейчас вы можете путешествовать на уровне пешей, туристической прогулки. И докуда вас еще довезет бесплатный, не знаю, возможно, студенческий билет. Что у вас есть? А дальше нужны деньги, нужны возможности, нужна энергия для того, чтобы это снова и снова продолжить. Здесь я подвожу вас очень плавно к концепции распределенности ваших ресурсов. На раннем этапе у вас есть энергия задор. Она же энергия подниматься рано утром, делать какие-то вещи. Как вы это сказали, выживать в цепь ноте, в том числе какое-то количество времени. В отношении вас я сейчас в проигрышной ситуации, потому что вы мне сильно не конкурент, вы лучше в количестве времени, которое вы способны выживать. Я умру через 48 часов, я пойду спать. Вы будете, не знаю, на фокатоне спокойно, бодренько существовать, вам трое-четверо суток. Это ваше преимущество. Зато у меня есть опыт, у меня есть связь, которая, соответственно, накапливается, к сожалению, только со временем, с контекстного времени. Время, в том числе, для меня невероятный ценный ресурс, и его надо учитывать. Вот как выглядит любое, абсолютно любое развитие ваше, оно волновое. Хотел бы я сказать, что у нас с вами такая точка тупички, и мы оказались в точке B. Существует ситуация, когда вы не знаете, что происходит спад. Вы начинаете вот как раз историю про цит-нот ощущать, приходит осознание, что все плохо, начинается депрессия. Потом вам необходимо здесь вот как раз какой-то этап, как я это называю, прокрастинация, ничего не делая, не восстановление. Ну, нужно просто заняться усиленно восстановлением того, что сломано. В частности, например, вашего организма. И дальше начинается новый цикл, который, возможно, подбрасывает вас в новые достижения. Возможно, вы приходите с понижением. То есть ваш в этот момент остущий тренд может прекратиться и пойти вниз. Это как двигатель, который ТО не проходит. Соответственно, вы начинаете погибать, если вот эта история про гонки постоянно начинает перекашиваться вниз. Я начал с того, что начал бегать, потому что осознал следующее. За телом необходимо очень сурово и сердито ухаживать. И кто из вас еженедельно не менее чем три раза занимается либо физической культурой, либо какими-то действиями, которые в результате приводят вас к... О, молодцы. Прямо на удивление. У меня долгое время был другом алкоголь. Алкоголь, да. И прямо прокрастинация в этот момент с привасеком очень хорошо сочетает. Блин. Что же у нас такое происходит со слайдами? Давайте попробуем вот так вот показывать. Будет видно, да? Да, да. Шикарно. Где-то западает стрелка. Я понял. Господи. Сохраните их подряд. Я уже сохранил. Я уже его даже открыл. Он не перелистывается. Ребята, сделайте, кто может. Прошу помощи, кстати. Да. Ребята, кто может. Вы сейчас потратите. Ну, смотрите. Мне нужны ключевые слайды. Не надо управлять рулей. Это мелко. Ребята, это мелко, но не сделайте. Если не успокоить боковой, то ждать проблем. Я люблю страну советов. Ребята. Пусть будут кто-то умеет. Совсем не так. Давайте. Я пока порассказываю. Время, энергия, деньги, ресурсы. Люблю помощников. Осознанность. Все начинается с осознанности. Вы в какой-то момент для себя принимаете стратегическое решение. Ребята, я недоволен тем, где я нахожусь. Если этого не происходит, все начините, все хорошо. Вы не ходите на тренинги. Вы сидите ровно на диванчике. Вам комфортно. Осознанности ноль. Вы находитесь в ситуации, когда абсолютно любой входящий запрос, который к вам приходит, приходит и крадет у вас что? Тут и... Вот этот ресурс, который тут написан. Время. Который конечен, к сожалению. Так что, чуть лучше. Да. Супер. Спасибо. Время конечен. Кто из вас живет, по вашему мнению, доживет до 100 лет? У кого горизонт планировать до 100 лет? Не бойтесь, люди. Вы не в СИЗе. Нормально. Я тоже хочу жить до 120 лет. Хотеть-то, пожалуйста, да. Теперь уберите руки, кто родился в семье недолгожителей. Вот у меня, например, средний срок жизни по папиной линии мужчин 62 года. Ну, то есть, в этот момент, как бы, наследственность очень сильно мне говорит, успокойся, Ленечка. Какой образ жизни они вели? Какой образ жизни они вели? Это хороший вопрос, потому что они жили у земли. Ну, понятно, что я не могу повторить их образ жизни, потому что мы же с вами живем в мегаполисе, где более агрессивные методы прожигания, в том числе, как раз, энергии, которая есть у нас. И сравнивать, опять же, образы жизни, там, минус три поколения назад, ребят, ну, как бы, у них не было, не то что интернета, у них не было автомобиля, самолета и электричества. Поэтому, ну, это все вопросы, которые гипотетически существуют. Те из вас, кто тыкнет пальцем и скажет, что здесь слово с ошибкой, молодцы, вы увидели энергия, например, да, но это мой любимый слайд на редактору текста. И это очень круто. Почему? Потому что мы с вами можем исправить очень многое. Показываю, как. Ты дышь? И вставляем бутылку. Ну, нет. Это вопросы, пожелания, возможности, которые не всегда совпадают. Мы вынуждены играем в внешнюю игру. Смотрите, я бы хотел какие-то вещи провернуть фаршем назад время, например, но нет. У вас есть фора. Вам, например, 21 год. Посчитайте, сколько времени назад вы были миллионером в часах. Это очень простая функция. Количество часов в сутках – 24. Количество суток в году можете вычислить на 365 дней, умножить на 24, и умножить на количество лет, которые равны миллионам. Сколько это лет? Подскажите мне математики. Миллион часов. Ну, такая. Ладно, вы в какой-то момент посчитаете, скажете, кликните. Ладно? Короче, тезис следующий. Никто из нас не может быть миллионером в часах. Если вы не новорожденный, у которого есть, опять же, там, ну, 90 с копейками где-то. О, 130 лет. Соответственно, никто из нас не может быть миллионером в часах. Почти никто. Все-таки есть. 130 лет? Ну, что есть. Давайте спросим групп, ребята. Давайте введем поисковый допрос. Самый длинный срок проживания, там, долгожительный. Самый длинный. 120 и понадобится. Окей, 120. Никто не может. Факты утверждают следующие. Никто не может быть. Я люблю людей, которые садятся на первую парку. Появляется диалог. Конечно, кто снимался. В этот момент мы теряем аудиторию сзади. Руководство в действии. Смотрите, контекст времени важен. Торопитесь жить, торопитесь кайфовать, торопитесь получать удовольствие. На это вы потратите свою энергию. Потому что в какой-то момент, опять же, она у вас может заканчиваться. И заканчивается она почему-то очень быстро. Это к вопросу про, каким образом совмещать или каким образом ускоряться в 2Х. Вы хотите за одну единицу времени получить большее количество эмоций, большее количество радости, большее количество счастья. А результатом вы получаете большее количество, в том числе, вот этих противофазных вещей. Потому что одно только позитивное действие вверх, оно не бывает, оно конечное. Более того, как человек, который изучал в том числе действия наркотических веществ, там, где получается хороший приход, там получается и откат очень серьезный. Поэтому нужно понимать, что высокая амплитуда получения удовольствия приводит к снижаемости получения кайфа. И вы в результате от этого кайфа в том числе перестаете кайфовать. Поэтому темп 2Х замедляетесь. Просто получаете удовольствие в том числе от этого. Это очень важный тезис. Потому что я, например, замедляться не всегда умею. Деньги. Деньги – это производные. Деньги – это искусственный, выдуманный, существующий у нас в голове инструмент, который позволяет переравнять стоимость моего человека часа к стоимости вашего человека часа. И ничего более. Те же самые виртуальные валюты, будь то биткоин или биткоин с ворс 16 икс роста, или какие угодно, это всего лишь инструмент, который позволяет человечеству на уровне всей цивилизации сравнивать стоимость сырка, произведенного на заводе в Москве, со стоимостью работы грузчика, который эти сырки потом, не знаю, развозит сначала на корове, в чуманский шлях, например, на Украине, там соль туда, в эту сторону, кожу другую, или же логиста в 21 веке, который это делает с использованием. Около роботизированной техники все равно человеческий труд у нас еще очень серьезно вовлечен во все эти процессы. Спросите себя, сколько я сейчас зарабатываю в рублях в час. У кого стоимость человека часа есть пощипанная? Наверное, у вас больше курсов. У кого? У вас. У меня? У меня часа обидели. Вы меня прямо обидели сейчас. Сегодня у вас бесплатно. Перед вами абсолютно бесплатно выступает за 0 рублей 0 копеек. У меня стоимость клиентского человека часа 15 тысяч рублей в час. Смотрите. Таких часов у меня немного. Почему? Потому что большое количество часов уходит на подготовку к тому, чтобы я был энергичен в состоянии рабочего мозга. Это как хирург, который зарабатывает, зашивая, например, очень тонкие, сложные процессы за 2-3 часа на операционном поле. Но он 8 часов в день тренируется, читает книги, ходит на симпозу, общается с коллегами и получает информацию, которая позволяет ему get fit, get healthy. И быть работоспособным к процессу непосредственно предоставления услуги и зашивания сердца. И эта стоимость размазывается. Это очень важный тезис. Смотрите. Вы приходите на работу, вам кажется, что вы за все свои часы получаете денежку. На самом деле нет. Понимаете, что ваши эффективные часы, за которые реально платит ваш работодатель, это 30-40% времени. И как только у нас появится прекрасная система контроля и управления вами, как инструментом, который позволит убрать все лишнее, все лишнее будет убрано. И вы начнете покупать время более, как это сказать, путем. Раскрываем обратную историю. Да простят меня мои коллеги из МГУ. Вы приходите в МГУ, что вы покупаете, как вы считаете? Нифига. В чьи нескольких минутах. Вы покупаете оптом человека-часы-профессуры, которая вас в этот момент обслуживает, как группа товарищей. Я не могу с каждым из вас поработать по вашей образовательной траектории лично сейчас, к сожалению. Мой ресурс ограничен, но у нас здесь порядка 100 с чем-то человек. Я могу вас посчитать, это будет удобно. Соответственно, вы покупаете меня оптом. Я вам продаю свои два часа. А университет продает вам пять лет, двадцати профессоров, каждый день с понедельника по пятницу, и может быть даже еще иногда субботы-воскресенья. И еще нам платят. И в этот момент, опять же, да, вам удивительным образом стипендию платят, но это приятная часть. Но на самом деле вы как знатоки экономики, я надеюсь, вы имеете отношение к этому прекрасному факультету, должны понимать, откуда деньги берутся и куда они, и как расходуются на уровне государства. Я вижу вашу руку, я потом отвечу. Осознанность, еще раз повторюсь, невероятно важна. Моя гипотеза следующее. Учитесь зарабатывать деньги, которые приведут к тому, что вы начнете считать количество часов, которые вы инвестируете сейчас, в настоящий момент, на получение востребованной, классной, которая вам нравится, профессии, и высокомаржинальной, с тем, чтобы вы начали зарабатывать неплохие деньги относительно рынка. Что такое неплохие деньги? Что такое для вас неплохие деньги? 100, 200, видите, разница сразу в двоих. Час? Вот, хороший вопрос. Это хороший вопрос. Какой валюте считаем? Да, да. И множество параметров, которые мы не ушли. Смотрите, существуют показатели, которые говорят следующее. На больших городах-мегаполисах, в частности в Москве, существует очень низкая, опять же, оценка продуктовой корзины, которые, если я правильно помню, правительство Москвы считало, там 8,5 тысяч рублей, могли поднять эту цифру. В Москве, естественно, жизнь дороже, и вы на 8,5 тысяч не можете представить себе, как люди живут, но такие люди существуют. И для них одеть 2х до 16 тысяч, до 17 тысяч, это прям очень круто. Потому что от нуля рывок сразу в космос, в 2 раза, у меня в 2 раза больше денег. Но люди, которые, соответственно, живут в богатых семьях, они прекрасно осознят, что все в мире относительно. Очень сложно в этот момент осознавать, что вы не можете купить какие-то предметы роскоши, если ваш в этот момент донор, ну там, передача денег лишает вас кредитования или вы, ну не знаю, там, беда-беда, перестали кататься на Мерседесе CLK и Сатур Демберг. Так тоже бывает. Это у меня иногда происходит с потерью кормиться и с прочим вещами. Инвестируйте в отношения с людьми, ресурсы людей. Это те люди, которые в вас в настоящий момент вкладываются по какой-то странной причине. Либо им за это платят, либо вы им платите, опять же, эмоциями. И это нормальный абсолютно чейндж баклот. Либо они в вас видят какой-то потенциал и готовы вас этот потенциал развивать. Как правило, это почему-то родительский капитал, который, вот я так называю, их желание в том числе увидеть в вас продолжение своего рода человеческого. Цените этих людей, пожалуйста. Они конечны. Они еще более конечны, чем вы. Ну, если, опять же, вы себя переживаете. Под ресурсами других людей я, в первую очередь, использую следующую концепцию. Здесь нетворкинг – это сеть людей, с которыми вы вступаете в коммуникацию. В настоящий момент резко увеличивается ваша пропускная способность для коммуникации в электронных сетях. И вы можете достучаться абсолютно до любого человека. Возникает вопрос, кто такой, кому ты нужен и почему мне с тобой нужно разговаривать. Если вы умеете отвечать на эти вопросы быстро, четко, без запинок и по существу – окей, супер! У вас появляется возможность, в том числе, выигрывать в гонке за внимание между людьми. Попробуйте достучаться, не знаю, там, к Сукербергу, но он был, по-моему, к Сукербергу. У меня отменили за эту лекцию. Мы в массе, сказали, к нам приезжает марк, изменили они, вам надо подвинуться, и сказал, о, клёво, у меня на разогреве будет Сукерберг. Оф-ты! Это мне нравится, кстати, это необычная концепция. Супер! Да, лучше. Да? Взлёт и падение существует. Кто знает этого прекрасного человека? Вы молоды, наверное, слишком для меня. Да, это, блин, ДФГ, он солист группы Дипешмот. Ребята, у которых самый крутой концерт был в 89-м году на Рауз-Голл Пассадена, 101, по-моему. 101 – это аудио-айбом, который мне очень нравится, потому что там пришло 70 тысяч человек, которые готовы платить за музыку и заплатили по 80 долларов за право послушать жильём эту прекрасную группу. И, в частности, в Москве, конечно, они не такие студенты собирают, но, если я правильно помню, последних концертов в феврале этого года, ну, тысяч двадцать до них пришло. Можете посчитать просто экономику, учите считать чужие деньги. Здесь очень важная идея. Почему? Потому что умение посчитать чужие деньги – это умение ваше оценить потенциал, вообще входить в эту индустрию, в эту работу или не входить. Если вы экономист, вы должны это делать вот так, по щелчку. Легко. Но это тяжело, на самом деле. Это только через навыки. Для чего я вам его показываю? Это человек, который для меня является ролевой моделью по его взлётам и падению. У него там были такие взлёты и такие падения, которые показывают максимальную конкретную, ну, то есть там наша с вами жизнь очень плоская и спокойная по отношению к его динамике движения. Что такое динамика движения? Динамика движения – это куда вы, собственно, летите, куда вы стремитесь или не стремитесь, и какова ваша степень ускорения либо замедления. Опять же, здесь я не физик, но могу каким-то образом рассказать вам гипотезы. И здесь мы очень плавно подходим к гипотезе, что вы бы хотели получить некий успех. Что такое философер, люди? Осуществление целей. Вот. О чём вы целитесь? Хорошо, что вы не сказали мечты. Осуществление цели. Как вы планируете? Плохо. Спасибо за... Ну, я реально... Я с вами в Громе, в том числе, для этого. Когда вы говорите, типа, «Мне нужно больше времени, мне нужно совмещать, я бы хотел в два раза быстрее». Я такой, «Окей, я вам сейчас дам, короче, все инструменты». Вы превратитесь в магическую шинкорезку такую, которую вы будете резать просто пластами по 7,5 минут, как я. Потому что 13 минут – это слишком долго. И чём? И вы уплотните всю свою жизнь. И сократите сон, и сократите отношения, и что дальше? Ну, как бы... Непонятно. Появляется важность следующее. Чтобы выживать в цветноте, самая главная гипотеза, нужно уметь освобождать время. И останавливаться, и думать стратегически о том, куда я лечу, и кто меня вообще вращает, и в каком направлении, и в какой плоскости. Если это я сам себя так закрутил в цветнот, прекрасно, значит, пора его приподзакрутить и прекратить это дело. Я не умею спонадываться, кстати, у меня очень большая проблема с замедлением. Поэтому про успех я могу рассказывать, в том числе через призму неуспеха. И самое главное, смотрите, практика. До тех пор, пока я не начал бегать, я такой теоретизировал, читал прекрасные книжки, и думал, как это красиво и здорово. Бежучного, колёте, свободно. Утром ветерок с москва-рехи развивает твои волосы. И всё такое. Сегодня утром, проснувшись в 6.30 утра, я думаю, господи, я ненавижу этот спорт. Я не хочу ехать. Я не хочу ехать на тренировку. Но после преодоления вот этого всего, через десяточку, собственно, 10 километров, ты чувствуешь себя большим героем и умничкой. Почему? Потому что ты сам себя финками из кровати что-то поднял, сам загнал в темп 3-40, и пробежал очень неплохую, в общем-то, дистанцию, в которую многие завтра будут бегать, например, там, залезать. А ты бегаешь её там каждый второй день просто, потому что у тебя вот такой вот сейчас ритм, и тебе надо часик чуть-чуть это позаниматься. Я не хастаюсь, я рассказываю последующее. Я могу скоро в этом вам рассказывать гипотезы, мысли, идеи, но самые важные вещи, в том числе, делаются через науку действия. И здесь поставьте себе важную штуку. Я хочу быть счастливым, что для вас? Если я хочу, чтобы меня больше никто не тыкал и не меня, но не мешал, идите в какой-нибудь монастырь на 10 дней ретрит, попробуйте инструмент антисоциализации. Вам доступны, я думаю, поездки в Вьетнам или в Таиланд, туда люди уезжают на ретрит, сидят себе 10 дней, слушают себя из-за разряда, как вообще мне здесь существовать. Когда люди вокруг нет. Многие находят себя в этом. Прекрасно. Там есть целая индустрия монахов, которая в тишине, в спокойствии, в немешании живету существует. Моя гипотеза следующее. Я нашел большой и важный смысл. Увлекает людей, тянуть за собой определенные смыслы их гипотезы, которые либо нравятся вам, либо вы меня бросаете, видите, факт, мне это не нравится, я вообще в другую историю ходил. У тебя неинтересный мир. Пойду позанимаюсь, не знаю, биатлоном, биатлоном, любым каким-то угодно действием. Счастье. Счастье – это ваша свобода обретения новых целей, преодолевая одну цель за другой. Например, мое счастье будет, когда мы с вами закончим, я буду вовремя. Это к вопросу про тайм-менеджмент. Планомерные достижения. План – это соотношение ваших промежуточных точек, когда вы четко понимаете, что все идет по вашему плану. И это прекрасная идея, но мир мешает в этот момент. У вас появляются вот эти вот самые тайм-стиллерс, ресурс-стиллерс и другие внешние события, будь то торнадо, изменение курса валюты, или увольнение вашего ключевого преподавателя, который вас учил долго, или увольнение с работы, которое в том числе может вам сильно помешать. Внутренняя гармония – очень важная гипотеза, которая появилась в доработке этого момента счастья, которая проявляется в каждом вашем действии в отношении к близким, бизнес-партнерам и вообще к целому ряду людей. Здесь важно сказать следующее – не получится по факту. Почему? Потому что вообще к людям вы будете, скорее всего, занимать эксплуатационную политику. Ну, а люди как ресурсы, в какой-то момент, что как-то нужно управлять, люди будут несчастливы, но вы будете их вести за собой, как лидер, люди будут системы несчастливы, когда вы будете их долго вести за собой, и они вас будут готовы за это убить. И научившись в том числе бороться с этими возражениями, и научившись их моменты нерадости превращать в энергию, вы будете успешны, базируясь на их достижениях, на их достижениях и преодолением самих себя. Счастье – это четкость и решительность во всем, но есть, опять же, хэштег, но это не точно. То есть счастье – это очень важная субстанция, которую у каждого она свое. Нужно понимать, что я вам рассказываю, как я пощупал этого слона со своей колокольни. Другая история. Когда ты и твои близкие здоровы, вы не испытываете недостатков финансов. Кто может сказать, не правда, это не то счастье, которое я хочу своим близким. Вроде все нормально, настроено звучит концепция. Тут очень много важных идей следующих. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Прибытие», по-моему, называется, «Райбл». Там каждое слово в человеческом языке подвергается сомнению. Каждое слово. Это невероятно важная гипотеза. Почему? Потому что у нас есть нечеткость языка. Огромная-огромная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда вы говорите, мечта, счастье, цель, проект. Здесь что такое? Недостаток. Это что такое недостаток? Мне не хватает. А чего тебе не хватает? Вот это достаточно или недостаточно? Определение близкие. Насколько близкие? Кто этих люди? Это вопрос про ваше целеполагание. Ваша любимая, двоюродная тетя, она близкий человек для вас? Ну, как бы, да, говорите вы. Когда вы ее поздравили с днем рождения? Ну, как бы, в прошлые пяти лет. Те отвечает мне человек. Ты дыщ, да? Ну, несоответствие, как бы, заданным и прочим. Когда ты занимаешься любимым делом, тебя это зажигает, увлекает, дает возможность зарабатывать сколько, чтобы хватало на благотворительность. То есть выше-выше. Ну, то есть даже переливается через. Когда ты окружен интересными, называющимися, увлеченными легкими людьми. Вот слово легкими здесь раздражает очень. Чуть-чуть, там, гуморак. Я хреново, шучу, например. Возможность путешествовать, получить эмоции. Дальше много-много разных гипотез про вообще бесцифренные, ну, как бы, истории про определение без цифр. Здесь люди расписывали про страхи и было описание вот человека, с которым мы в том числе занимались в группе, про то, что является в настоящем момент безработным, подрабатывает водителем такси, вижу ошибку, нет отдельного собственного жилья и уже разрушается семья. Там, в какой-то момент, жена уже начала хлопать дверь и уходить, но возвращаться. И я им говорю, прекрати таксовать. Это не приведет тебя к счастью и к успеху, потому что ты начинаешь выжигать свою энергию и попадаешь вот в эту воронку совмещения типа таксования с попыткой заработать, плохо ходит на работу, плохо спит, его в этот момент увольняют и, ну, как бы, все идет по плану, как я его себе нарисовал. Увы я. А он этого не видит, находясь в этой системе. И он принимает, ну, как бы, неправильные управленческие решения, естественно, по управлению самим себя, искренне считает, что таксовать это правильно, потому что я трачу свое время на нужное дело, но для меня это минимальная эффективность. Вот, чем штука. То есть, вы понимаете, да, что с текущим Uber'ом Яндекс.Такси, аллилуйя за это, спасибо огромное за эти технологии, выгода приобретатель на уровне собственников автомобилей не получают сверхприбыли, они получают 800 рублей в сутки максимум. Если они не работают в определенных категориях, опять же, такси, которые могут заработать чуть-чуть больше. Все, потолок. Полторы-две тысячи вы максимум можете заработать, если жирно бомбанет клиент, который вам отстребнет, и сидит в два раза шееметь его. Например. Наши проблемы основные. Наши неумения распределять время. Непонятно, куда идти. В МГУ идти или пойти с друзьями потусить в кино, или, например, с любимым судить возможное поездка в Грецию и выстроить нормальное отношение с человеком, который станет вам любовью и поддержкой на всю жизнь. Или в цирк сходить по КГФ, что-то чешет, например. Тоже отличное извлечение. Проблема выбора. Выбор у нас бесконечно велик сейчас. Смотрите. Очень важная книга, которую могу вспомнить. «Победи прокрастинацию». Чешского практика. Петр Людвиг, он называется, выходил в 16-м году в Альпине. Она про то, как мы в голове с ее принимаем, в том числе и какие-то решения. Почему мы прокрастинируем заниматься с семьей или почему мы не действуем, хотя пора бы уже. Она описывает как раз приоритизацию. И здесь я не буду вам рассказывать. Это не моя лепархия. Отдельная книга. Прочитайте, познакомьтесь, поймите, что есть куча всяких разных вещей. Вот как человек давал ответ на вопрос, что у него являются внешними вещами, которые являются источниками стресса. Кредитный, нестабильность семейной жизни, жилищная неустроенность. Кто живет в общаге? Та-дам! Ребята, это, с одной стороны, лучшее время вашей жизни, я вам завидую. Но, с другой стороны, право на индивидуальность и возможность побыть самим собой вас резко ограничено. Я думаю, вы это понимаете, да? Друзья заходят вот так вот в фолпинка. Привет! Поучиться — это вообще отдельная песня. Многие уходят, соответственно, в этот момент. В читалку. В читалку, да, это прекрасное место, в котором можно как-то сосредоточиться. И вы теряете возможность концентрироваться на очень простых действиях. На житейских действиях. На занятия самим собой, на занятия с другим человеком. У вас нет, как я это называю, права на свое, на стены. И вот как можно скорее задумайтесь о том, либо снять, либо вообще переехать к маленьким общежитиям втроем-четвером в трехкомнатную квартиру, благо она дешевле, чем иногда однушка. Я называю это тактика, там, птенец наконец-то стал взрослым, стал зарабатывать и уехал, блин, жить отдельно. Вы удивитесь в этот момент. Почему? Потому что оказывается, что вы не умеете решать элементарные бытовые проблемы, которые как-то за вас совершались все это время. Как-то там яйца готовились, варились, как-то яичница происходила у вас на столе и вообще и прочее. Если вы уже повзрослели, это у вас уже случилось, поздравляю. Соответственно, это для вас не проблема, вы умеете решать свои бытовые проблемы. Дальше начинаются профессиональные проблемы, коммуникативные проблемы и куча всего, из чего построена наша жизнь в контексте проблем. Это прекрасное. 7 вредных привычек, опять же. Откладывание дел на потом мне очень нравится. Почему? Потому что завтра-мен, это человек я, вот как был 18 лет. Ну что, у меня вся жизнь впереди. Завтра-мен, это же я. На потом. Ребят, если можно сделать, сделайте следующее. Либо вычеркнуть, сделайте список заранее, просто не делайте его. Это стандартизация, за что я хватаюсь, минимизация списка дел. Самое важное. Умение отрезать себе. Вот что. И не откладывай на потом. Потому что дела копятся, у вас в результате получается гипердлинный списочек. И вот смотрите, первые три блока найдите, паттерн проведения общего. Что вы видите? Не знаю. Чтение, 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 чтение. Не, чтение, но вы знаете. Но это не важно, кстати. Нет, это важно. Книги не обязательно. Нет, здесь имеется в виду сеть, вторую тоже сеть. Могу я вас спросить, что такое в современном мире книга? Сточник информации. Формат книги. Покажите мне, пожалуйста, в формат книги. Вот это тоже книга для меня. iPad. Смотрите. Если раньше книга была ограничена только страницами в определенном толщине, опять же, бумажном носителем, его уменьшали, его, соответственно, прощали, там тонкого риса бумага, определенный формат, очень много всего. Сейчас мы с вами бесформатный, там бездонная бочка всего. Более того, у вас книга, в которой могут быть двигающиеся картинки, которые более вкусные. Да? Детям даже. Да, всем кому угодно. Мне там интереснее. У меня есть там прекрасный Netflix. Почему сразу дети? Смотрите, в чем особенность вас как аудитории? Вам прекрасное поколение, которое является переходным в моем лице, говорит, делите, не читайте iPad. Блин, что хотите, то и делайте. Вы себе строите абсолютно все, что угодно. Вы точно так же можете читать Жюля Верна прекрасным образом из книги в библиотеке, в читалке или так же с iPad. Это ваше решение. Единственное но. У вас сейчас резко сокращается горизонт внимания вашего. Он сбит как прицел вообще напрочь. Вы, к сожалению, я точно так же, как продукт переходного эпохи, сокращаю время на внимание до, блин, ну хорошо, до 40 минут, ну 50 минут. Дальше мне необходимо время на чай и кофе перерывчик. Мы с вами, кстати, можем прерваться, но, наверное, так скажут. А, мы заканчиваем с вами, да? Блин. Хорошо, без перерыва. Работаем быстро. Смотрите, сон я очень рекомендую вам сохранять как очень важную штуку, которая вам в какой-то момент супер пригодится. Если вы умеете сейчас гордиться тем, что вы спите 5 часов, ребята, это не навсегда. честно. Обеспечьте вашему организму нормалды там 7-8 часов, он вам спасибо скажет. Исследуйте циклы длинного сна. Я хожу сейчас, замеряю сплю в часах, которые в том числе дают мне очень большую математическую модель. Я понимаю, почему мне плохо и как мне плохо. Это прямая корреляция с циклами сна и как это происходит, если я ложусь позже обычного. А у меня побудет в 6 утра, это значит, мне надо быть в койке в 10 вечер. И поэтому я сна минге должен быть каждый день. Я очень переживаю, если мы, например, в друзьях или в гульбе или в каких-то вечерах. Смотрите, это список опять же опросных. Люди сами себе накидывали, это не умные вещи, это просто человек рассказывал, что его тревожит и что ему мешает. Спонтанные покупки, полуфабрикаты, которые там ему в какой-то момент подсовывают естественным образом. Вставать в одно же время. Это очень классная вещь, потому что в одно и то же время дает вам цикл, который вы можете замерять, исследовать, сравнивать. У вас есть сравнимые отрезки. К счастью, вам университет или институт дает жесткий дедлайн, когда вам необходимо здесь быть. Вы его, кстати, нарушаете, как правило. На первую пару пойдем. Вот это все. Короче, лучше быть дисциплинированным, чем не дисциплинированным. Это я вам как креативный директор, который расхлябанный должен быть, говорю на самом деле системно. Дисциплина идет класс. Ничего вы здесь не узнаете с точки зрения неочевидных вещей. Давайте пройдусь дальше. Перекратить. Работать или смотреть кино на компьютере. Почему? Потому что по глазам и по вашему мозгу на расслабонии начинаются эмоции, которые у вас приводят в состояние типа там упили кровище, классно, или там эмоции, ой, любовь, вы как она клево, блин, ой, как мини, вы не успокаиваетесь, вы начинаете быть в режиме высоких размышлений. Ваша вот так давая частота растет, темп повышается, сердце ускоряется, эмоции растут, но типа спать вы не можете. Будьте чуть-чуть спокойнее. Оплата штрафов мой любимый, Как только ко мне приходит письмо счастья в кавычках как курс услуг, я стараюсь заплатить за первые 10 минут, потому что я четко понимаю, я расстроен, я превысил скорость, приехал сплошную, я заплачу сейчас 100 тысяч, ну фиг бы с ним, я заплатил, вычеркнул из мозга и перестал это переживать. Или я могу целый день ходить и копить себе вот эту вот историю. Ой, я же не хочу заплатить эти деньги, я же спряга, я же хочу их сэкономить, ну короче, чем скорее, тем лучше. А вот это вот очень классная история про что советуют принимать. Это опять же находки нашей групповой А синие цветы, которые можно ходить, нюхать, смотреть, отличная терапия, мармелад, но опять же в разумных количествах, да, это важно, потому что, я думаю, что осенних цветов тоже может быть достаточно. Притом одной, шляться летом, это девочка пишет, шляться летом по порядку. Вы можете этот список себе расписать и это момент счастья, когда внезапно, совершенно случайно, оказывается, что в центре Москвы есть не поле, но хотя бы газончик, на котором можно прийти, раскрыть ручки и погубаться в солнце. У вас здесь есть такая возможность, кстати. Есть прекрасная футбольная и беговая поля на стадионе Гуру, где мы периодически так валялись, в порядке, в чемпионате. Свежий воздух, заброшенное здание, лежать смотреть небо, ехать куда-то далеко, бывать там, где еще не была, вот это вот все моменты удивительного счастья, которое не стоит ничего, кроме времени, которое нужно научиться, опять же, раздвигать руками и охранять. Вот здесь вот, отвечая на вопрос номер один, ключевой там стиля, который у вас есть, это ваше неумение сказать «нет». И вы мне можете сколько угодно следует вот так говорить, но нет же, это не так, у меня есть начальство, которое мне приказало, короче, быть на, не знаю, работе или на тренинге у Бугаева, вот ситоси, темнее это все. Вы в этот момент владеете на чашу весов, вашу стабильность, предсказуемость и уверенность в будущем и не можете получить ничего другого. Свободу в этот момент вы не получаете, вы, ну как бы, продали свое время, получаете денежные знаки, это отличный обмен. Если это плохой обмен, увольняйтесь. Но тогда вы, соответственно, ну, вообще вахтанговой ситуации, когда у вас предпринимательский режим, как у меня, и вам надо кормить семью своими ежедневными какими-то забегами по клиентам. Умножать, расправляться, менять на обратное, это паттерны в голове, в первую очередь, это убеждение, что люди вокруг все злые, они вас хотят набабать, что в семье все плохо, что вступа в карьере. Слушайте, я вам, как бы, вот с такой же легкостью, как я вам рассказывал про конкурентную историю в парамидальной банке, могу рассказать про бесконечные возможности мирового рынка креативных индустрий. Если вы разговариваете на английском языке, если вы хорошо знаете, понимаете технику, не такую нестабильную и не работающую, как ваша, а мобильную технику, соответственно. Я ничего не имею против, просто это устаревшее герсио, железо, которое надо чуть-чуть подобновить работу. И самый главный инструмент в этот момент это вы, как машинка, для зарабатывания денег. В нее нужно вливать максимум опыта. Вот вы почему сегодня здесь, в том числе. Вы пришли что-то послушать, развлечься, с одной стороны, надеюсь, и вас хорошо развлекают, хотя молодой человек с часами в этот момент заставляет мне задуматься, может, я что-то делаю не так. Но привычки и обещания, привычки, это, наверное, самый важный, сильный стимул. Мы применяем каждую субботу, например, последние, вот эти вот, с 13-го года по 19-й, в 20-й год планы уже тоже расписаны. 6-5 что ли, да? Хорошо. 3-4-3-4-3-4-3-4-7-7-9, черт возьми. 7 лет существует для кого-то клуб РАНС? Это Соконник. А? Это Соконник. Да, не важно. Мы были в Служняках, а потом переехали на Новокузнецку. Но мы бегаем и от Соконников, и от Черного моря, и от того, куда нас наносят географические там. Беговые сборы в Анапе были одними из лучших, например, в какой-то городе. Но база наша сейчас находится в центре Москвы. В 8 утра приходите, arunc.ru нужно пробежать 250 километров самостоятельно под запись, подайте эту цифру в e-mail и вас пустят и пригласят в состав участников в университет. Оценивайте свои силы. В 3-е? А? В 8. В 8. В 8 прибегают ровно в 8. И привычки это, поверьте мне, история, которая длительнее, чем 5 летка или чем 1 год, потому что я, например, понимаю, что у меня было 3 или 4 неудачных попытки зайти вообще на категорию спорт. Абсолютно спокойно об этом рассказываю. Почему? Потому что у меня была очень большая наслышная необходимость, я весил плюс 21 килограмм к текущему. Мне надо было с этим как-то бороться. В 82. И недоволен. Потому что есть еще лично. И мы все мечтаем и хотим быстрых-быстрых эмоций, но ответ следующий. У меня появилась некоторая приятная штука, которой я люблю хвастаться. Это 2 месяца свободной жизни. Каждый год. У меня есть 60 дней, которые я как прямо приближаю как могли. Вот этот день мы приближаем как... Ну, короче, это зимовка с февраля по март, или там с января по первые месяцы марта. Когда мы с семьей уезжаем в Тмутаракань, на островку Панган и сидим там, короче, ничего не делаем. И у меня там через 3 дня уже начинается скука, и вроде я уже выспался, и уже вроде хорошо, и зашелись. И ты начинаешь искать новые привлечения на свежоке, потому что хочется уже как бы вернуться в себе от нормальной цифры. Но так как там есть одно важнейшее преимущество конкурента как там есть солнце, то там как-то энергетический уровень позволяет более детям быть нежели чем в Москве. Для чего я вам это рассказываю? Время, выделяемое на цикл вперед, позволяет мне горизонты планирования раскладывать на 5 лет вперед. Я знаю, что у меня должно произойти в 25-м году, я знаю, что у меня должно произойти в 35-м году, и как мне будет плохо, когда мне будет 60-м. Потому что мне будут впадать зубы, мне придется этим заниматься, я уже занимался починкой глаз, и другие сложные западные операции, которые так или иначе приводят к необходимости ухода за собой, ухода за телом, техобслуживание, прохождение дистанциализации и прочие лепоты, которые стоят в кучу денег. В том числе, поэтому я, например, хожу и общаюсь с пиотехом и с другими стартапами, которые занимаются вопросами фимуал лонжевити, продолжения жительности, длительности человеческого организма. Очень прикольно все хотят быть вечными, не у всех это получится. Дефицит. У вас сейчас с одной стороны в голове майнсет, что нехватка времени, денег, знаний, опыта, мобильности, свободы, связи, с другой стороны мы все хотим так или иначе прийти к богатству. Богатство это штука, опять же, когда вам хватает и вы готовы этим делиться. Поменяйте ваше отношение, у вас сейчас есть много чем поделиться, потому что информация, которую я с вами делюсь, это информация, она у вас точно так же остается, а у кого-то плюсик, поэтому я сегодня в режиме какого-то подкладчика, мотиватора, как не назови. У вас появляется возможность мобильности, если вы только гипотетически себе скажете, а не поехать ли нам электричками, например, завтра в Ясный Полян. А вы не поверите, появились электрички из Красные Экспрессы, которые быстро довозят не до Тулы, а непосредственно в место проживания Жвани Николаевича Толстого. И это отличная новость для вас, потому что это короткие отпрыги в Подмосковье, которые стоят 36 рублей или сколько электричка стоит. Ну, на длительное расстояние там чуть-чуть подороже, естественно. Ну, разное расстояние. Вот. Но мобильность это в первую очередь это ваша способность внезапно подумать про самую приятную для вас точку на земле и мысленно там оказаться. Потом открыть телефон, например, и оказаться там глазами. Потом нарисовать себе план, к вопросу про куда вам надо. И нарисовать стоимость этого путешествия во времени, в деньгах, в связях, которая приведет вас к свободе. Это очень важная гипотеза. Либо к пониманию, что вы сейчас тупо не свободны. В смысле, вы не можете себе это позволить. Можете ли вы себе позволить слетать, не знаю, на бостонский марафон? Я, с одной стороны, да, но с другой стороны, нет. У меня нет ни визы, ни опыта работы с посольством американским. Это сейчас еще более сложно, потому что приподзакрыли возможность, соответственно, подачи на визу штатовскую, в Москве надо лететь либо в Варшаву, либо в кучу других соответствующих соседних стран. Либо вы говорите, ой, я не могу, потому что это все довольно дорого и страшно. Но начинайте со свободы времени. А это ваше решение. Я вам навязываю свою картину мира, а вы с ней спорите. Соответственно, но у меня есть микрофон, а у вас микрофона нет. У меня есть ресурс. Я могу и так вам сказать. Да, в общем, тоже вполне себе. Смотрите, шаг номер один. Увеличивайте горизонт планирования на 10 лет. Берете, думаете, окей, мне сегодня, не знаю, 22 года. А что будет, когда я заканчиваю учебу? Сколько мне? Ну, хорошо, плюс один год, я еще отсижу, не знаю, возьму академ. Но мне будет такое-то количество лет. Куда хочу пойти? Вы сейчас хэмну айди, вообще не знаете куда. не список компаний, не список людей, с которыми нужно развивать отношения. Возможно, они к вам уже приходили, не знаю, там, нырявки труда, или как это называется, да, возможно, вы уже на вакансии предварительно себе составили список. Чем скорее вы начнете разговаривать с людьми про ваше трудоустройство, карьеру, тем быстрее вы выпрыгнете во взрослый в кавычках мир. Во взрослом, опять же, в кавычках мире, все более брутально и с точки зрения ты мне и тебе. Ну, вот, эксплуатационная характеристика, вас будут эксплуатировать, вы будете пытаться сделать ответ, все будет весело, в следующие 10 лет вы будете работать. Чего вы хотите? Ну, я уже, в принципе, наверное, просто должен быстро закругляться, у меня там большое количество слайдов осталось вне, но я вам очень советую выживать в цепь ноте, смотрите. 7.35, я тогда можно с ним сходить. Давайте до 7.30, 15 минут я возьму, ладно, и мы расскажем, чтобы у нас были как раз вопросы-ответы. Стратегия следующая. Концепция свободы начинается со следующего. Мы не свободны. Спросите себя, какие есть ограничения у меня сейчас в моем текущем процессе. у вас есть богатство времени, вы можете его сколько угодно посвятить на следующие вещи. Заработать денег и куда-то их мстить, потому что деньги это опять же всего лишь инструмент для превращения ваших задумок в реализованные вещи. И это ответ, как происходит переход из денег во время или из времени в день. Пока у вас есть свободные часы, вы зарабатываете какие-то денежные знаки. когда у вас появятся свободные денежные знаки, у вас будет обратная сторона вопроса. Куда потратить? Это приятная новость, потому что потратить деньги гораздо проще, чем потратить, если у вас их нет. Это проблема, с которой вы придете ко мне в какой-то момент, я вас проконсультирую, расскажу, как тратить деньги красиво, в том числе фонды образования и поколенические передачи через два поколения ваших правнуков и прапраправнуков. У меня есть определенные люди, которые думают в нескольких поколений. Это очень хорошая идея. Вы умрете, а ваше дело будет жить в ваших родственниках. И может быть даже не только в родственниках. Смотрите, у вас учат технические навыка. Спасибо большое за помощь в технике, потому что я мог быть сегодня абсолютно безслайбер. И хотя бы какие-то вещи у вас соответственно есть в виде hard skills. Hard skills это вещи навыковые, которые позволяют вам, не знаю, я приходил когда-то к своей бабушке, у нее была рифмометра, такая прекрасная машинка, которая позволяла считать 10 знаков с помощью аналогового инструмента. А сейчас у вас абсолютно куча прекрасных удивительных устройств, с которыми вы интерфейсно решаете вопросы вот так по челчку. Интерфейсы для роста здесь коммуникации между людьми. Учитесь в том числе вот этому, этому, как правило, учат очень плохо. В как это, в своем технарском прошлом я очень четко осознаю, что я очень классно научился общаться с техникой, с интернетом, с сайтами, умею встроить, рисовать и запускать и зарабатывать деньги, но очень плохо был в процессе коммуникации с прямыми людьми в общении. И это те вещи, которые в какой-то момент будут более важными у вас в развитии. Работа, время, здоровье, питание, досуг общения одинаково с одной стороны важны, но работа будет превалировать на всем, потому что она дает вам возможность в том числе получить время и забирать его, губить здоровье и получать его. В том числе есть прекрасные работы, которые дают вам преференции в питании, компания Яндекс оплачивает ваши обеды и компания в клубе тоже дает бесплатную еду. У них очень вкусный шведский стол. Сходите в Балчук, на улице Балчук, в гости, если у вас есть программисты знакомые. Суперенный шведский стол. Очень вкусно. Досуд и общение. Смотрите, в начале вашего жизненного цикла вам необходимо подсократить количество вашего внимания и уделить ваше внимание о работе. Почему? Потому что правильное выбранное место учебы до поры до времени давало вам гарантированный вход в определенную социальную среду, в которой были очень хорошо образованные люди, которые поступали в очень хорошие места, рабочие, и у них была дальше вся понятная предсказуемая карьера. Сейчас это закончилось, и наличие у вас диплома любой, абсолютно любой степени, будь то красный, зеленый или фиолетовый, какой угодно, не приводит вас в социум людей, у которых есть хорошая работа. Вам это перестал вуз гарантировать, к сожалению. За договоренностью в золотом стандарте МГУ равно стабильная работа, стабильная работа прекратила теперь ваша часть поиска, которая, соответственно, остается в поиске работы. Не сидите там долго. Смотрите. Как человек, который проработал 14 лет на корпоративных карьерах, я получил бесценный опыт, который мне позволяет в том числе использовать communication skills, presentation skills, вещи, связанные с дизайном, которые меня учили на тренингах и подучивали в каких-то дизайн-школах. Вещи связаны с расчетом стоимости проектов, которые я понимаю, теперь я понимаю, сколько выставлять и за что, где можно, в общем, чуть-чуть удорожить свою стоимость. И куча других интересных вещей, которых я бы вот так вот просто послеучебной скамейства и я бы никогда в жизни не нашел бы этого. только в крупной компании. Под крупной компанией принимая компанию, у которой есть большое количество возможностей вас влить, вложить и вас дотянуть до высоких стандартов качества. Я имею в виду в мире. Опять же, смотрите на в первую очередь выпускников конторы. Если классный клуб выпускников Alarmic Club, то у этого есть стандарт качества, который нужно брать и использовать. Я работал в студии Лебедева, оттуда выходили молодцы. Ну вот так. И работа это всего лишь ступенька для того, чтобы в дальнейшем опять же набраться снялости и крабрости, если у вас будет достаточно, чтобы прыгнуть во что-то свое. Это не каждому совет, это только тем, кто из вас созреет как пельмешка и в какой-то момент осознает, что опять же он не свободен в рамках корпоративной карьеры и у вас есть маленькая или большая опять же история о компании, в которой вы варитесь, есть стеклянная крышка, в которой вы упорлись и вот вы руководителя отдела, и вот вы помощник президента, и вот вы президент, но на вами есть еще кто-то, который вам указывает как вам будет жить и как вам принимать эти решения. Над нами всегда будет кто-то до тех пор, пока вы не станете не знаем окей президентом страны. Но посмотрите на средний возраст у тех людей, которые приходят в политику, это у вас будет в 60-70, может быть в 40 лет. Мне это не случилось, как вы видите, в 40 лет это не президент страны, поэтому не могу здесь сказать на эту тему ничего. А дальше предпринимательская карьера и свобода творчества это альтернативный путь, который я вам расскажу. У вас есть физическая свобода, вы свободны физически, принимать решения ногами, в том числе интересно вам здесь или не интересно, это прекрасная возможность. Кто-то мало мобилен, у кого-то нет ноги, руки, и в этот момент я очень переживаю, потому что мы придумаем в том числе в британской высшей школе дизайна инструменты, которые повышают мобильность ограниченных слоев населения, в частности, инвалидов, по-другому называю. Вы, соответственно, в какой-то момент можете сказать, окей, у меня не хватает вот этого, свободы передвижения, мне нужна машина. Ребят, прекрасный мир Яндекс.Такси, прекрасный мир каршеринга, электросамокаты. Понятно, что не в этом сезоне в Москве, там, где 4 месяца, только на это можно кататься, это с перчатками. Но есть возможности. Но возможности и сильно появились те, которых не было еще, блин, 15 лет назад. И не говорите мне, что это дорого. Прям, ну, не поверьте. Свобода времени это штука, которая, опять же, пока в Америке видится неуправляемая, но на самом деле свобода времени, вы каждый день, либо кто-то за вас принимает решение, как вы себя ведете и что вы делаете, либо вы начинаете резко вклиниваться в свой собственный календарь и говорить, а не хочу ли я сегодня встать в 6 утра? А сегодня, извини, уже не можешь, уже день прошел. А не хочу ли я завтра встать в 6 утра? Хочу. Что я могу получить? Прекрасную поездку с сыном на велике в 10 утра, если мы выйдем вместе, покатаемся по текстильщикам, зайдем в Кузьминки и вообще прекрасный мир нашего удивительного района. Финансовая свобода имеет меньшую значимость. Почему? Потому что как можно скорее перескакиваете свободу выражения себя в творчество. Переводя себя в режим разрешаю себе показывать миру свои работы, вы автоматически подтягиваете свои возможности по монетизации этого. почему? Нет работ, нет оплаты. Нет работ, нет оплаты. Плохие работы, нет оплаты. Работы ничего, появилась маленькая оплата. Работы зашибись, окей, вам начали платить. Но мне стрёмно, не страшно и я не публикуюсь в Инстаграме. Ко мне приходят школьники на факультет дизайна. Я спрошу, почему вы не публикуете ничего в своих соцсетях? Ну мы же там читаем. Ребята, вы пришли учиться профессии дизайнера. Профессия дизайнера это есть какая-то плохая штука с плохой функцией. Вы изменили, сделали с хорошей функцией, показали миру. Мир сказал спасибо, куда платить, воспользовался ею. Вы в профите вообще делаете следующий проект. Они говорят, мы всё поняли. А к чему здесь Инстаграм? Очень простой ответ, потому что вы таким образом позволяете себе нам показывать свои работы, мысли, учаяния. Позвольте себе это, пожалуйста. Как можно скорее? И у нас осталось пять минут. Поэтому последний сайт. Вот это любимая мной пирамена масла. У вас вроде сейчас нет проблем с воздухом, как только они появятся. У нас появятся прекрасные например маски от Кока-Колы. Самая сильная компания по дистрибуции, у которой есть потенциал мутилированного воздуха например. Вода, это вот как раз про мутилированность. Еда, сон, секс. Вот это всё проблемы на миллиард. Это те жизненные нужды, которые в том числе будут определять жизни миллиардов новых людей, которые придут на этот земный шарик и столкнутся в следующем поколении с нехваткой того или иного ресурса. У вас этого всего вроде хватает. Кроме сна, да, сейчас? Дорогие студенты. А дальше начинается интересное. Безопасность иногда у вас уже существует, вам уже стабильность даже надоела, потому что всё ровно, понятно и предсказуемо. Вы пять лет копали, короче, на шею, чтобы оказаться в МГУ, попали так и сюда, а дальше всё, короче, понятно. Дальше диплом, и что дальше? Ну, окей, хорошо. Социальное признание, вы его находите в соцсетях, это очень неприятная штука, надо находить его в реальной жизни, потому что оно здесь суррогат. Социальное признание лайком не имеет значимости большой в реальном мире, пока. Либо научитесь зарабатывать и переводить на денежные знаки. Дружба, внимание, узнавание и самореализация это топовые вещи, самореализация, в том числе, очень сильно коррелирует с свободой творчества. На этом слайде я только бы закончу и в ответ на ваши запросы спрошу, были ли вы сегодня сконцентрированы на каких-то мыслях в течение нашего последнего часа, диабора, и что вы себе записали в качестве руководства к действию, чтобы я, возможно, подправил ваши мысли ей. На вскидку. Что у вас получилось? Ну, с вами что-то? Инт-сайд. Да, инструмент. Поднеси. Ну, необходимо получать величие горизонты планирования, чтобы недели, месяц, а все-таки хотя бы год, два, больше. Планировать в том числе и варианты отдыха. То есть, мы же хотели поедать в Рыбинск, например, я поняла, что мы до сих пор это не спланировали, а выходы скоро уже будут. У вас в июле в Рыбинске уже запланирована турбаза, потому что это самый высокий сезон. Вот вам ответ на вопрос. Вопросы у вас. И, соответственно, контролировать свое время затрат и то, на что мы именно тратим время, чтобы повышать его ценности. Спасибо. У вас еще был вопрос, как совмещать ваш вопрос. Ребят, плохая новость отказывать себе в совмещении. Мы пытаемся быть многозадачными, у нас вроде как что-то получается, мы одной рукой лежим в телефоне, а другой другим глазом смотрим что-то там в кино. Фокусируйтесь на дном, в первую очередь вкладывайтесь в том числе в человеческие отношения. Сейчас синдром рассеянного внимания это когда вы сидите рядом в ресторане или в кафешке с любимым человеком и не с ним. А что в телефоне? Потому что это паттерн рассеянного внимания. Там что-то живет и происходит в жизни бурлит, а у меня тут короче муж и стукан сидит ровно, не двигается и не происходит ничего уже 7 минут. Надо срочно что-то себе сделать как-то эту картинку оживить. Тыдыщ, взрывы, пожары, Судардам понеслась. О, новость, я жив. Классно. Здорово. Давайте крайний вопрос на 2 минуты. Ставить приоритеты такой семью. Получается ставить приоритеты сегодня я занимаюсь только семью и завтра я буду выкраивать день и занимаюсь наукой. Давайте так. Правильности и против крайности выбираем. Только семью не получится. К сожалению. Но короткими сессиями помодора тавим вам в помощь 25 минут. За шипис. Следующие 25 минут я отличный докладчик и меня может вбить в столбку только плохо настроенная презентационная техника, которая в этот момент меня чуть-чуть забивает с толку. Но потом я еду домой и я хороший папа хотя бы 40 минут. Если я 40 минут книжку читаю ребенку поглазить себя по голове налей чаю в качестве наград. Награды в нашей жизни невероятно важны. Ребята простите что я не могу докинуть до вас улучшения счастья и радости вижу молодой человек который в голову может начинать складываться у нас буквально одна минута остается если вы хотите еще что-нибудь сказать не зевайте а скажите что-нибудь было ли это вам полезно? Да Спасибо большое за ваше время давайте похлопаем приходите на клинин потому что ребята делают классную работу и для вас абсолютно бесплатно они потратили свое время сегодня и наверное еще несколько дней до этого вам спасибо спасибо по команду вообще наше студенческое сообщество хочу вас поблагодарить что вы выделили нам время а время это очень старое как вы уже поняли и включаем вам такой подарок удивительно вот как происходит я себе поставил по дороге домой купить чая сегодня девчонки из Ингу мне сократили 20 минут поездки это мега удобно и мега круто спасибо большое спасибо что-то по себе улыбается спасибо еще раз еще раз еще раз сделайте мою жене хорошо спасибо если у вас есть ресурс ручка тогда у вас будет марта как разовы спасибо не попросишь не получишь спасибо если есть вопросы готов в параллели отвечать на них но быстро потому что прям обещан еще естественно сидеть есть спрашивайте